Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня день физкультурника, с чем я вас и поздравляю. И по этому поводу с удовольствием представляю в нашей студии сегодня президента Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Тарстан, чемпиона мира по бодибилдингу 2006 года Александр Хайкин. Доброе утро, Александр! Доброе утро! Ну вот замечательно, что вы снова в нашей студии, своим видом, так сказать, воплощаете физически-культурное отношение к жизни. Я вас поздравляю с Днем физкультурника, хотя в вашем случае это день богатыря российского. Я думаю, что многие мужчины хотели бы стремиться именно к такому телосложению. Ой, Господи! Ужас, что бы творилось, если бы столько народу ходил в автобус, никто не влезал. Ну да! Физкультура-то, в общем-то, хорошее, но уже забытое понятие нами. Сейчас больше употребляется понятие фитнес. Как раз фитнес – это и есть та самая физкультура. Я, конечно, не беру в расчет соревновательный фитнес, соревновательный бодибилдинг – это немного уже другие вещи. А то, чем большинство людей занимается в тренажерных залах, занимаясь фитнесом, это и есть, на самом деле, та самая физкультура. Ну что же, вы расскажите, пожалуйста, нам, как вы пришли в этот богатырский вид спорта сами? Да, банальная история, как обычно. То есть, просто там подростка в небогатырских размерах. Увидел фотографию в журнале Шварценеггера. Захотелось, тогда еще Советский Союз был. Попробовал. Спустя много-много лет что-то начало получаться. Так, ну вот, что-то начало получаться. И вот мы, как видим на своих мониторах, до титула чемпиона мира у вас все так замечательно получилось. И при том, что вы действующий к тому же еще президент федерации по бодибилдингу и фитнесу. Это, я так понимаю, что и положение теперь обязывает? Ну да, это как в гербалафе. То есть, если носишь значок и хочешь уходить, спроси у меня как, то нужно, по крайней мере, соответствовать. Ну, я думаю, что у вас соответствовать получается на все тысячу процентов. Вы расскажите нам и нашим теледрителям, чего следует начинать занятие фитнесом? Занятие фитнесом? Ну, прежде всего, наверное, с определения тех целей, которые вы перед собой ставите. То есть, потому что, ну, прямо скажем, глупо вот с первого занятия ставить себе цель. Я хочу стать, там, чемпионом мира по бодибилдингу, там, мистером Олимпия и так далее и тому подобное. Вот. То есть, для начала какие-то нужны реальные шаги предпринимать и их реализовывать. Но в таком случае скажите, от чего следует отказаться, что точно несовместимо с тренировками? Я думаю, следует отказаться от безрежимного питания, от отсутствия режима вообще в повседневной жизни. А что такое режимное питание? Это часто-часто кушать или как? Ну, кто-то кушает чаще, кто-то реже, но если вы занимаетесь фитнесом и ставите какие-то задачи, либо похудеть, либо набрать мышечную массу, то, ну, меньше четырех раз в день есть это, в принципе, нельзя. То есть, нельзя себя доводить до состояния, когда кушать очень хочется, когда очень голодный. Конечно. Лучше есть помалу, но часто, каждые три часика. Так, интересно. Запоминайте, дорогие друзья, те, кто хочет быть здоровее, что называется, и физически, и культурнее. Так, хорошо. Александр, вы можете выявить, скажем, внутри кита, на которых основывается успех в фитнесе? Успех в фитнесе? Да. В первую очередь, это режим, в вторую очередь, это, значит, целеустремленность. Ну, и третье, это, как говорится, та среда, в которую ты попадаешь именно в фитнесе. То есть, та атмосфера, в которой проходят твои занятия, это и сам тренажерный зал с оборудованием, и с тренерами, и, допустим, с теми же самыми коллегами по тренировкам, и то же самое дома. То есть, как это будут воспринимать твои близкие. То есть, я так понимаю, явных таких противоречий быть тем более не должно, должны поддерживать еще и близкие. Ну, близкие, согласитесь, вы же хотите, чтобы ваши близкие были здоровыми, могучими, такими вот, как Александр Хайкин, сильными. А для этого нужно вам выражать свое понимание к тренировкам. И более того, я так понимаю, что очень важно, чтобы был инструктор умный рядом, который подскажет, чего точно нельзя делать. Конечно. Вот в начале нашего разговора я сказал, что спустя много-много лет у меня что-то начало получаться. Это было по той простой причине, что, когда я начинал заниматься, было минимум информации. То есть, все приходилось постигать на собственных ошибках. То есть, набито немало шишек. Вот. Сейчас это можно сделать намного быстрее и намного безболезненнее. Потому что, во-первых, информации много. Во-вторых, существуют сейчас и клубы высокого уровня. Опять-таки, с тренерами. Но, опять-таки, нужно выбрать тренера именно того, который разбирается в этом специалисте. То есть, не шарлатан. Да, главное, чтобы был наставник хороший. Ну что же, а сколько времени? Вот говорится, много времени у вас. А сколько времени сейчас потребуется начинающему, так скажем, фитнес-спортсмену, который вот пришел завтра в спортивный тренажерный зал, и когда будет первый рельеф ощутимый? Рельеф. То есть, кто-то приходит уже с таким экстремальным рельефом, что рельефиться уже больше некуда. Но если касается каких-то результатов визуальных, ну, я бы определил это где-то полгода. То есть, раньше, чем через полгода, не стоит ждать каких-то, ну, существенных изменений. Если, конечно, у вас нету спортивного прошлого. Потому что существует такое понятие, как мышечная память, и все то, чего вы добивались когда-то, оно, если при возобновлении тренировок, оно достаточно быстро возвращается. Так, ну, замечательно. Полгода терпеливых тренировок, настойчивости, отличного тренера, и результат не заставит себя ждать всего лишь полгода. Ну, а я хочу вам предложить, дорогие друзья, если остались вопросы к Александру Хайкину, президенту Федерации по бодибилдингу и фитнесу Республики Торстан, чемпиону мира 2006 года по бодибилдингу, звоните по телефону 519-30-87 в редакцию программы «Утро», задавайте вопросы, в ближайшие 10 минут он с удовольствием на них ответит. А программа «Утро» продолжает.